всем привет всем доброго дня сегодня у меня готовка я хочу сварить рассольник здесь у меня свиные ребрышки и кусочек мяса сейчас я поставлю вариться мясо для супа на 2 у меня будут куриные отбивные из грудок обжаренные батоне для начала нам нужно сделать как раз вот эти отбивные я снимаю все пленочки ну не знаю но мне не нравится вот мне не нравится когда вот тут какие-то пленочки прожилочки я их всегда срезаю и теперь нам нужно нарезать на пластинки на такие на кусочки и потом эти кусочки будем отбивать я стелю пакетик сначала чтобы мясо от мяса брызги не летели и кладу вот несколько маленьких кусочков вот сделали от пивные и также со всеми другими кусочками пока отбивали мясо он у нас закрепил супчик вот мы пеночку снимаем обязательно я сразу присаливаю и сразу кладу лаврушку теперь управляя немножко температуру положили соль лаврушку и я кладу головку луковицы одну луковицу все и оставляем при тихом кипении среднем на час где-то потому что у нас там все-таки ребрышки на салочки да они должны провариться переходим опять к мясу так сейчас их надо посолить поперчить теперь с другой стороны ложим их чашку и оставим мариноваться подготовила картошку начистила лук морковку это для супа и у нас рассольник будет с рисом вот я его замочила воде а пока у нас варится бульон мы подготовим батон для от пивных нам его сейчас нужно будет мелко 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 нарезать вот прям весь батон вот такими мелкими мелкими кубиками в общем очень мелко намного нужно нарезать именно нарезать сейчас я нарежу весь батон и продолжим вот я нарезала батон но сейчас она мы пока отложим отбивные и нужно будет сейчас сделать зажарку для супа вот я нарежу сейчас лук мелко и натру морковку и обжарим почему показываю все подробно потому что рецепты просили меня показывать мои дети во первых да чтобы им было понятно я вот показываю подробно и потом может быть те кто учится готовить только начинает тоже чтобы им было легко научиться делаем зажарку для супа включили плиту наливаем масло сначала обжарим лук булка у нас начал обжариваться до золотистого цвета можно уже добавлять маку упавлю температуру пусть на среднем огне тушится или обжаривается как подготовлю огурцы если кожура на огурцах мягкая то можно вместе с кожурой резать а если она жесткая то лучше очистить у меня очень мягкая поэтому я нарезаю вместе с кожурой можно натереть на крупной терке мне нравится вот так вот мелко порезанными полосочками такими ну а огурцы я не буду класть зажарку так не забываем про зажарку добавлю томатной пасты столовую ложку я добавила две ложки бульона чтобы томатная паста хорошо размешалась все оставляем дальше тушиться переходим к огурцам дорезаем огурцы так как у нас уже прошел час как варилась мясо мы сейчас огурцы запросим в кастрюлю с бульоном добавляем огурцы в бульон еще я добавляю стакан рассола лук можно вытащить минут 15 поварим огурцы и положим огурцы минут 15 поварились я кладу рис так кастрюля большая пусть будет три ложки внутри сам легко переборщить поэтому лучше пусть его будет меньше чем больше я вот три большие ложки положила я думаю достаточно картошку я сейчас быстро нарежу и положу сразу потому что вот эта картошка которую меня сейчас она варится долго до зажарку сразу тоже положим и кстати попробуем на соль ой соли достаточно проверим супчик главное чтоб картошка разварилась остальное уже все готово ну вот картошку вроде тоже сварилась все можно выключать попробовали на соль на перец добавлю ложку укропа свежего и можно выключать выключим и как всегда нужно дать немножко настояться супчику переходим к приготовлению наших отбивных куриных жареных в батонной крошки вот собственно сама батонная крошка наши куриные отбивные и я взбила 2 яйца пока 2 если нужно будет еще запьем включаем плиту нагреваем сковородку хорошо нагреваем наливаем масло мы берем отбивную макаем в яйцо видно и нужно ее обвалять в хлебе чтобы этот хлебушек сюда прилип и сразу кладем на сковороду обжариваться и так делаем остальные отбивные нам нужно обжарить с двух сторон все видите с другой стороны тоже обжарилась мы убираем что мы делаем дальше мы выкладываем на противень наши такие отбивные да ну как это на котлеты не знаю как правильно назвать я не знаю как называется это блюдо я научилась это блюдо готовить у свекрови она вот так готовит и как назвать называется я даже не знаю в общем нам нужно все котлеты вот сюда поместить пусть это будут котлеты они похожи на котлеты вот нужно нам сюда их сейчас всех как-то поместить все уложить на противень так на каждую котлеточку положить кусочек сливочного масла да может быть кто-то скажет что это очень жирно но мы же не каждый день готовим правильно но это очень вкусно можно там раз в полгода не знаю мы не часто делаем все это значит ставим в духовку в общем нужно чтобы мясо внутри хорошо пропеклось чтобы они получились мягкими нужно налить воды кипяченой воды и закрываем доделала всю грязную работу сейчас нужно за собой брать все положу в посудомойку мыться обязательно нужно убрать за собой все все вытерла все на мыло чистота порядок будем ждать сейчас когда дойдут ну вот мой хороший суп готов все проварилась картошка мягкое мясо мягкое все вкусный суп получился рассольник с рисом и вот эти котлеточки которые в батончики да у нас были я тоже достал только сейчас они тоже прожарились все увидите готова ну вот на хорошее на сегодня все с готовкой всем приятного аппетита готовьте с удовольствием всем пока 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 Субтитры подогнал «Симон»